Всем здравствуйте! Наконец-то решил снять видео про оборудование, на котором я снимаю свое видео. Простите за такое слово оборот, по-другому называть нельзя. Это видео будет посвящено дополнительному освещению YONG 168. Что касается сначала комплектации, в комплекте у него идет 4 светофильтра. Синий, оранжевый, красный, ну и матовый, белый. Вот, я в этих светофильтрах не нуждаюсь, поэтому они у меня, скажем так, лежат мертвым грузом. Это его родное крепление, для крепления на штатив. И инструкция. Инструкция как на английском, так и на китайском языке. Не скажу, чтобы она прям там супер подробная, но вполне можно разобраться. Эти обзоры на оборудовании не будут профессиональными. Как бы, я не великий знаток оборудования, на котором я работаю. Просто мне нравится тот эффект, который они дают. Ну, а теперь непосредственно о самой лампе. У нее имеется насадка с направляющими отражателями. У нее получается 168 ламп. Единственная проблема, это то, что производитель решил не вносить в комплектацию какой-либо блок питания. А питается эта лампа от трех источников питания. Либо батарея аккумуляторная, совместимые, указанные в инструкции. Либо 6 пальчиковых батареек. По опыту скажу, батарейки садятся очень быстро. Либо непосредственно аккумулятор. Я вышел из положения, купил многофункциональный, скажем так, аккумулятор. А как она светит, сейчас покажу. Соответственно, включается ON-OFF. Вот такое вот у нее освещение. Регулятор мощности. Соответственно, если убрать в минимум, она будет слабо светить. А если в максимум, вот так вот. Это кнопка расхода батареи. Эта кнопка убирает в минимум полностью саму лампу свет. Вот. Вот такая вот лампа. Ну, в принципе, стоит рассказать немного о технической стороне. Как уже говорил, лампа имеет 168 светодиодных ламп. Вот они расположены по кругу. Угол освещения у нее 55 градусов. Цветовая температура 5500К. Мощность у нее 10 Вт. И дает она 1500 люмен. Ну, как говорят, средний срок службы у лампы 50 тысяч часов. Это, конечно, очень много. Посмотрим, насколько она действительно проработает. Вот такие вот у нее технические характеристики. Мне она очень понравилась. Для моей работы более чем подходит. Единственное, что впоследствии буду делать что-то вроде рамы. И устанавливать светодиодную ленту. Более эффективно будет в плане освещения. Ссылку на эту лампу я дам в описании. Всем спасибо. До свидания.